ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, Света! Багдан, давай ты сейчас успокоишься и расскажешь мне все заново. На, кушай вкусно, мама, она очень вкусная. Я же тебе сказал, этот дом заброшен. Там точно никто не живет. Ну, я так думаю. Отлично. И что дальше? Мне кажется, что там внутри привет, сосед. Ну, так тебе только кажется. Сюрприз. Нужен? Конечно, нужен. Ну, Свет, ну пойдем со мной, пожалуйста. Я что-то один боюсь. Куда пойдем? В этот дом. Ты что, не понимаешь? Ты совсем чуть-чуть по заброшенным домам ходить? Ну, может, он не совсем заброшенный. Слушай, ты меня совсем запутал. То он заброшен, то он не заброшен, то там никто не живет, то там привет-сосед живет. Ты определись уже. Вот и помоги мне разобраться. Не в чем разбираться, просто тебе поменьше надо играть в привет-соседа и все. Давай мы пойдем и ты сама все увидишь. Слушай, я вот сейчас возьму и пойду специально в этот дом, чтобы доказать тебе, что там нет никакого привет-соседа и что тебе это все мерещится. А вот он, не мерещится. Да, посмотри. Вот он, этот дом. Хм. Это обычный дом, и там, скорее всего, живут обычные люди, и никакой он не заброшенный. А я думала, что там привет-сосед, и он что-то прячет, какие-то подвалы. Подвалы не прячут, прячут в подвалах. И вообще, я не вижу там никакого привет-соседа. А давай подойдем и в окошко заглянем, а если он там есть? Ты что, в чужой дом заглядывать? Ни за что. Мне кажется, что-то послышалось. Фу, какая противная ворона. Это же птица из привет-соседа. Не говори ерунды, это самая обычная птица и самый обычный дом. Все, не... Я пошла. Света, нужно посмотреть, что там внутри, и в подвал зайти. Что? Самим сунуться в незнакомый такой странный дом? Ни за что. Ага, он все-таки странный. Ну, Светочка, ну, пожалуйста, давай пойдем. Нам домой пора, мама будет волноваться. Ну и иди домой. А я посмотрю, что там этот приятный привет-сосед прячет. И в подвал зайду. Богдан, остановись. Это не игра, это реальная жизнь. Нельзя залезать в чужой дом, тебя поймают. Никто меня не поймает, я аккуратно. Аккуратно. Да не получится у него ничего, аккуратненько. Подожди, подожди, я иду. Если нас кто-нибудь заметит, то мы скажем то, что мы заблудились и искали кого-нибудь из взрослых. Понятно. Ага, понятно. Тут занавеска, ничего не видно. Значит, нужно что-нибудь взять и разбить окно, как в игре. С ума сошел, нельзя бить чужие окна. А как же тогда? Как-как, как все люди. Вон, видишь, даже дверь приоткрыта с ключами. Точно, пошли. Ты что, нельзя в чужие дома уходить без разрешения. Мы только посмотрим и все. Что-то мне страшно. Так, стой здесь, никуда не уходи. Я сейчас. Блин, закрыто. Богдан, я посмотрела. Там вообще никого нету. Вообще. Пошли отсюда. Подожди, я знаю, где привит сосед. Ну и где? Смотри, вон там. Это что, подвал? Нет, я туда не полезу. Тогда я сам. Все приходится делать самой. Кажется, там тоже никого нет. Вот именно, никого нету. Пошли отсюда. Света, там еще дверь. Да тихо ты, а вдруг там реально привет сосед? Значит, нужно туда зайти. Богдан, это же чужой дом. Он не чужой, а не чейный. Кажется, здесь никого нет. Надо посмотреть, что тут есть. Только... Пойдем, 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 пойдем. Тихо. Чего ты? Чего ты меня пугаешь, а? Тихо. Вон там ключи. Идем туда. О, конфеты. Ты что делаешь? Да это же не чейные конфеты. Ничейный дом, не чейные конфеты. Ты откуда знаешь, чейные они или не чейные? Кто-то идет, прятаемся. Это реально привет сосед. Я видела. Я же говорил. А зачем он по дому с лопатой ходит? Наверное, он нас ловит. Кошмар. Кажется, ушел. Света, мне совсем-совсем страшно. Так давай быстрее выбираться отсюда, пока он нас не поймал. Пока он нас ищет в другой комнате, быстро бежим вниз. Только тихо. Уйдем отсюда. Ну и зачем ты меня затащил в этот дом? Заброшенный, ничейный. Ну и я еще не знал, что на самом деле там. Мне только казалось. Показалось ему. Я больше не пойду никогда-никогда в такой ужасный и страшный дом. Понял? И тебя туда не пущу. Понял. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!